Что мы получили? Мы получили Виндрейнджер в сложную линию в данном случае, либо это Виндрейнджер саппорт? Я думаю, все-таки Виндрейнджер это сложная линия, Кокер будет играть на саппорте, конечно, Бульба, очень много игр проявляет. Атакует СФ и могут лишить его сразу душ, грамотные действия от Virtus.Pro, но какие Коги от Бульбы? И Вайпер очень сильно страдает, скорее всего Вайпера не отпустят, первая кровь, Огрмагу тоже трудно будет уйти отсюда, Коги будут через несколько секунд, далековато зашел Соло, вообще далековато зашла команда Virtus.Pro, и Соло тоже не отпускают, первые два фрага для Digital House. И вот знаешь, Дим, насколько была понятна эта идея команде ВП? Такие персонажи, которые самостоятельно стоят, и об этом очень много и в своих интервью говорили, в целом анализ даже не самый серьезный позволяет это понять. Герои самостоятельные, ноуан под вышку за Эбидом, есть первый фраг для Virtus.Pro, побежал через поезер. Но в это же время ВП очень круто работают на верхней линии, справляются с Мэйсоном, правда Паша сам погибает, вообще неважно. Сами же ВП выходят в сторону верхней линии, прыгает Рамзе, ставят хроносферу по VR-ке, Вайпер выдает Вайпер-страйк, четыре героя Virtus.Pro очень просто справляются с Фаривом. Да, в это время Батрайд работают. Забевает Air Spirit, Паша взлетает на Firefly, хорошая связка от Фарива, задевает еще Air Spirit, Air Spirit погиб, Мэйсон горит от Firefly, Мэйсон должен отправляться в таверну. Ну и ВП можно отходить, своего они здесь добились. Финда вверху, дождался своего звездного часа Бэтрайдер, Эббид старался разультиться, ставит хроносферу Рамзес, не отпускают Shadow Finda. Тут в одиночестве прогуливался по своему лесу, но рядом нет Т2-вышки, тебя не прилетят, не спасут. Внизу в то же время мог быть неприятности у Нуна, он дерется один против троих, забирает при этом Фарива, дерется с Draw Ranger до конца, дерется Нун, Мэйсон тоже может погибнуть, один удар залетает, фатальный от Нуна. Он двоих убивает, он дрался один против троих и по большому счету он победил. Он понимает, что не нужно там чрезмерную агрессию проявлять, ведь можно напороться, а другие пытаются от защиты как-то выформить все, что можно. Бэтрайдер внизу, снова зацепили Фарива, работает через него, через Бэтрайдера. Он не боится ничего совершенно, у него Аегис, если его атакуют, допускай, даже убейте меня единожды, ничего страшного не случится. Бэтрайдер залетел, был использован глобал командой DC, неплохо вошел в драку, а также Бульбану ответная хроносфера от Рамзеса, вкатывается Лил, дает ультимейт, шикарное исполнение от Virtus.pro. Клокверк, скорее всего, погибнет, погоня также за SF, он уходит на Форстафе, кастует ультимейт в ответ, но урона нет у команды DC, они не могут сражаться с командой VP. VP разрывает оппонентов. Ну, пока потеряли трех героев Digital House, в размере на Аегис, вау, я думал, быстро будет играть LGD против Fnatic во второй карте. Да, 23 минуты, и Virtus.pro просто уничтожает DC на этой карте, были ли шансы? Да, пожалуй, нет. Да, думаю, не было, действительно, уже после, там, пятой, шестой минуты, когда был полностью унижен Shadowfiend. Неприятные, это, пожалуй, Коги, Клокверка, которые могут мешать, но противостилеры герои очень и очень хорошие. Ну-ка, это Никс. Ну, Никс тоже, как вариант, здесь смотрится круто, против Клопы. Фарм у него тоже отличный получается. Пока Мэйсон держится хорошо, 14 на 4. Заберут Фарива внизу, заберут, это первая кровь ДВП, вот как раз подставился немножечко Битрайдер, буквально. Ах, Битрайдер действовал агрессивно, пошел он подбивать немного Свена, его вернул Дизраптор на отходе, и Фарива забирает. Хорошие Коги от Бульбы, хватит держаться. Хорошо со Слопу, после блинка в Кенедик Филд, Старик Шторм, минус Квинов по старте. Все это еще и усовершенствовать... Соло подловили, Соло должны забрать в этом эпизоде, залетает еще и Флэмбрейк от Битрайдера. Никуда не деться Капитану Виртус Про. В этой ситуации эти 2000 золота они решают, когда это у тебя не активный артефакт какой-то нужный и полезный, а артефакт на долгую экономику. Рамзес пришел, у него уже есть сабля под Масков Мэднес. Могут, могут. Герои и так сильнее, у героев есть артефакты, прыгают Битрайдер на Драгонайта, пытаются увезти его поближе к своим партнерам по команде. Все в Нуна потратили и забирают, забирают Драгонайта. Дальше за Рамзесом погоня. Рамзес отходит немножко подальше. Клокверка решили остановить, в это время в Статик Шторме закрыт Мэйсон, глимсует Мэйсона назад, Фориев много ударов получает от Свена. Свен просто пытается развернуться и хоть кого-то пробить, но DC не подставляются. За это действительно стоит отдать им должное, скорее всего потеряют Дарк Сира в этой драке. И драка безусловно за американским коллективом. Аплодисменты персонажу Клокверку пытаются кого-то подловить. Видят Битрайдера. Битрайдер уходит, но Фориев замечает его на варде, который был поставлен ранее. И Фориевы стирают. А тут еще и подарочек. Лейфстилер был внутри Битрайдера. Тут такая ситуация, знаешь, когда понимаешь, что надо бы вроде выходить к Рошану. Рошан в итоге падает для команды Рейдент. Нун забирает себе Аегис. А в итоге глобально ничего не сделал Клокверк таким вот врывом. Правда, очень сильно по здоровью проседает Драгонайт. Драгонайт погибает, теряет Аегис. Была потрачена форма. Потеряли Свена и потеряли Драгонайта. Ну и выходит Нун отсюда. Унуна проблемы. В милишной форме очень трудно будет отсюда уйти. Сёрдж бросает Дарксир. Сам делает Абаут. Успевает улететь. На перерез идет Клокверк. Через секунду будет Хукшот. Готов уже закрывать Пашу. Стяжка. Будет ли тратить Хукшот или решат... Так, справится! А надо было тратить Хукшот! Чтобы просто вдвоем здесь не остаться. Как же пожадничал сейчас Сэм. И как жестко наказал его за это Рамзэс. Сейчас попытается кого-то... Соло. Соло готов принимать. Уже Клокверка закрывает его в... Не закрывает, точнее. Ставит Кеннеди Кфилл. Статик Шторм. Хороший вриф от Бульбы. Неудачная работа здесь получилась. А Свен позиции. Свен сейчас прыгнет и разорвет всех вместе с Пашей. Неплохо все начиналось. Но вот Битрайдер. Битрайдер и его реакция спасает ситуацию для DC. Но это только пока что. Лейфстиллер отрезан. Его забирают. Квапа уходит на блинке. Продолжает преследование Дарксир. Но остановить ему врага нечем. Спас. Просто спас команду DC. Сейчас Битрайдер. Тоже опасно, согласись. Там есть два героя крайне неприятных. Это Битрайдер. Это Клокверк. Которые могут ворваться. Очень неприятно сворвать. А Егис тот же сыром. Могут поймать героев ВП. Каких-то закрыть в драке. Не подпустить к своим. Тут Никс. Никс на подходе стоит. Видит Фуарива. Получает оглушение. Фуарив. Под Карапаси тоже еще контроля выдают. По Фуариву. Успеет ли вообще он использовать Лассо. Он не успевает вообще ничего здесь сделать. Под стенкой стоит несколько героев. Рамзес. Под Блэкинг Баром. В Кинедик Филд. В Стадик Шторм. Под стенкой от Дарксира. Четырех героев минусует. В Виртус Про. Они готовы. Были? Они молодец. Мои строение. Мои Стен решил подраться немножечко. Глобал. Под Бэтрайдера. Который вытянул на себя Дизраптора. Под Грифсами. Дизраптор тем не менее погибает. Прыгает Паша. В это время Бульба со спины заходит под Блэкинг Баром. Находится Свен. Его хукшотом не зацепило. Встречает на выходе из Когов тем временем Бульбу. Бульба смог себя оттолкнуть. Пока Виртус Про в неприятном положении. Нун все еще с Аегисом. Не будем забывать. Свен в окружении нескольких персонажей. Свен под фокусом. Свен все еще дерется. Свен наносит последнюю тычку. Забирает тем временем Клокверка. Дальше толкает себя Нун. Нун жив. Нун после Аегиса полон здоровья. Готов сражаться. Но 3 в 2. DC пока эту драку выигрывает. И я думаю будут гнать сейчас Виртус Про со своего хайграунда. И не отпустят. Нун старается. Без формы трудно драться. Алибарда есть у Нун. Но это только потянуть время. А вот повелись ВП. Повелись на эту драку. Помощь команде DC. Да. Лайфстиллер добрался до того о чем мы говорили. Наконец-то может позволить себе Дефьюжел Блейд покупать. Нун. Выход на Квинов Пейн. Бэтрайдер тем временем прыгает. Очень быстро забирает Лила. Ничего не смог он сделать. Дезраптор пытается себя вытолкнуть. Уже предсмертный Старик Шторм ставит под ноги Эбиду. Но это ни на что не решает. В итоге стяжка под стенку двух персонажей. 4 if отъезжает. Отъезжает также у нас Лайфстиллер. Ну и размен 2 в 2. 2 в саппорта против двух коров. Дальше прыгает Драгонайт за Квинов Пейн. И потягивается сюда еще и Рамзес. Но Квапа смогла упрыгнуть. Не просто драться ВП. Когда у врага есть и Миссан под рейджем. Утимейца Алинисера. Инициировать по Драгонайту. Не сильно. Испугался Нун. Успел использовать Даггер. Ой какой стан от Нуна. Просто шикарный стан дает в Бэтрайдера. Бэтрайдер закрыт Старик Шторме. Минус 2 от Виртус Про. Я так понимаю все было видимо уже прожато. Либо самая быстрая рука Дикого Запада Нун. Ты видел этот стан? Просто истерика. Реакция была идеальная от Владимира. Тут отлично сыграло. До Старик Шторма это еще даже было сделано. И пошло добивание Виртус Про. Трипл килл для Рамзеса. Центральная линия упала. Похоже пробили. Похоже пробили эту оборону глухую от DC. И это мне кажется 2-0 для Виртус Про. Не то чтобы близко. Прямо впритык к этому. Т2 вышка есть еще внизу. Еще Лайф Силера подловили. До Рейджа выдает оглушение. Успевает Драгонайт. Молниеносно опять работает Нун. Подловили и Квин оф Пейн. Но просто браво. Просто браво. Владимир тут забожил в последних эпизодах. Снимаем все шляпы. Аплодируем. Молодец. Да и в целом Виртус Про выглядели довольно уверенно. Как многие и ожидали. Какой-то неожиданности не случилось здесь. Один к четырем. Напомню еще раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok